Есть такая теория, которая применяется нами совместно с компанией Агроном на практике. Это поля или зоны с высоким плодородием, высокие нормы удобрения. И обратная ситуация, поля с низким потенциалом, который сложился природно, применение удобрения на более низком уровне. Мы закладываем огромное количество опытов и в этом направлении. Этим занимается у нас отдельный отдел точного земледелия. И, соответственно, результаты, которые мы получаем, они уже многолетние. И, соответственно, вывод такой, что на зонах с низким плодородием несение высоких и средних норм удобрения не приносит прибавки. И, соответственно, необходимо вносить более низкие удобрения, ибо не вносить вообще. Это касается практически всех зон и Ставропольском крае, и Морозовском районе, и Зерноградском районе. И при этом отзывчивость на такое мероприятие проявляется с увеличением уровня урожайности. То есть, чем выше по дороге, в Ставропольском крае эта разница будет гораздо выше. Она может достигать тонн. Здесь, в Зерноградском районе, порядка 6 центов, Морозовском, там 3-5. Это касается применения как фосфорных, так и азотных удобрений. Дифференциация фосфорных удобрений, она сложна тем, что фосфорные удобрения применяются при посеве. Большая часть фосфорных удобрений применяется при посеве. Соответственно, для этого необходима техника. Это уже сложно. Применение дифференцировано при разбрасывании. Это более дешевый способ применения, потому что разбрасыватели стоят гораздо дешевле, чем посеве комплекса, возможности дифференцирования удобрений. Это, наверное, все касается крупных и средних производств. Что касается фермеров, как это использовать? Это, скорее всего, знание и понимание через анализы и через практическое знание своих полей. То есть фермер знает, где у него склоновая земля, где у него глина, где у него чернозем, который мощный. И, соответственно, применение фосфорных удобрений там, где он применял в круг 150, например, на тех, на тех, оставить те же 150, может, даже 180, но неопределенности в этом нет. При уровне урожайности 6 тонн достаточно 120, максимум 150 килограмм. Увеличение дальнейшей нормы фосфорных удобрений не приносит достоверной выдавки, которая бы окупала эти затраты. То есть уровень 120-150 на хороших зонах – это достаточно приемлемый вариант, который обеспечит прибавку. А применение в плохих зонах, на плохих участках и плохих полях, на которых фермер получает не более 4 тонн гектара, там нет смысла вносить высокие нормы фосфорных удобрений. Это не принесет никакой прибавки. 120-150 килограмм – это чего и чего? Это все в аммофосе, а 50-го? Это в физике? Это в физике. Это в действующем 60-70, 60-70. Я понял так, что в одном хозяйстве есть поля хорошие, есть поля плохие. Вот на хорошие надо сыпать, а на плохие смысл нет. Получается, это… Не получается. Это основа дефицита. Это не в тусти. Это вот… Можно закончить, а потом… Сейчас закончат. Смотрите, это теория, подтвержденная практикой в непродолжительный период. Ну вот, ладно. Все, все, все. Вы сейчас скажете, что, возможно, это вызовет еще большую пестроту в полях. А, я не ссорю. Значит, я на 80% не согласен. Нужно ли применять удобрения? Конечно, нужно. Чтобы сформировать один центр зерна, нужно определенное количество азотов, фосфора и калия. Поэтому первая половина ваша отметается вопросом. Вторая. Как можно уменьшить количество вот в этой ситуации, когда они подорожали? Можно одним единственным путем. Значительная часть применяемых удобрений перевести на некорневые подкормки на лист. В этом случае, если туком одна единица в условном носе, а на лист можно только 0,5, если это на 0,5, дешевле это будет. А прибавки будут одинаковые, что единицу тука, что 0,5 на лист, потому что лист 80%, а из тука 20%. А вот с этим мы не согласны. Ну, хотите, я 50 лет, 50 лет так. Мы верим, Анатолий Иванович. Дальше пошли. Значит, что надо? Они задали вопрос, как фосфор нести. А, фосфор. Азот они поняли, да. А как фосфор нести? Значит, первое, на первое, как я, как лично отношу, мало продалок, водородный, средний или нет. Все определяется количеством доступных фосфатов. Если низкие фосфаты, там совершенно одна технология несения азота фосфорокалий. Если средняя, оптимально. Если высокая, по оптимуму все можешь носить. И для того, чтобы повысить, ну, допустим, если 15 миллиграмм на 100 грамм, ну, хотя бы до 25, нужно запахать 20 сантиметров фосфора. Пах отнесут. Вот тогда перейдешь на средний уровень. Я еще раз повторяю. И вот это, если, это самое, если низко по дороге, не надо удобрения носить, стартовую дозу азота весной надо давать. Иначе вообще урожай никакого, ничего не получится. Анатолий Иванович, это все, это первое. А потом работать на лист. Потом работать на лист пару раз. Надо, если мало фосфора, ЖКУ, можно прямо ЖКУ в 50 килограмм физики, или выронить ее по азоту. И потом привыкнуть трубку на размер колоса и счет для азота. Вот работа на низкоплодородном участке. А вот так не носить удобрения, это нонсер. Работа ЖКУ, практика у нас есть. Мы два года пытались работать ЖКУ, эффекта никакого абсолютно. Приезжайте к нам. Только затраты. Я вам книгу подаю. Второе. Речь касается о низком среднем плодородии, уровне урожайности. Это именно практика применения для фермеров. Значит, неправо. Для крупных и средних это единственный агрохиманализ. Проверка почвы. Правильно. Агрохиманализ, потом расчетным методом все это считается. Это все считается абсолютно. Носится, достигается. Это, вот если низкое плодородие участка, ничего не делать, ждать, чтобы две тонны сожрать. Ну и урожайно листы. Анатолий Иванович, у меня как бы тоже такое своеобразное мнение. Я думаю, что если в одном хозяйстве одинаковая влагобеспечность по всем полям и лимитирующий фактор у нас вода, то есть там где не хватает фосфора, азотой серы, ну добавьте туда фосфор, азотой серы. Туда, где земля пожирнее, дайте наоборот меньше, потому что воды хватит только лишь на эти 60 или 70 центров. Таким образом, вы на всех полях получите одинаковый урожай. Лимитирующий фактор вода. Все остальное мы можем... Влагоудерживающее свойство полей, которые богатым черноземом и бедных, это равные вещи. Но тут органику улерод вы можете нагнать за 3-4 года, и влагоудерживающая способность будет больше. Понимаешь, ты уже самопожни его оставил, и все как бы... Земля меняется. Она меняется десятилетиями. Нет, приходит земля, она как супец в руках сыпется, песок. 4-5 лет она жирно начинает мазаться, чернозем приобретает свои свойства. За 4-5 лет гумус образуется. Если бы так было, то нобелевскую дали бы уже все. Мы бы уже все поля перевели. Меняется цвет даже земли. Меняется цвет, она белеса, как за лысинами. А потом 5 лет, допустим, торсам сам остается, не палишь ее, дискуешь, припахиваешь, вода одеешь большую норму удобрения. Меняется цвет почвы. Просто не нами это еще придумано. На тонну зерна 40-50 мм воды, фосфора, сколько там его идет, 14-15 кг азота, 28-30 кг, калий там у нас он достаточно. Серый там. Все, ну и как бы, что там, вода. Надо угадать с осенью. Воды есть не одинаково. Все просто для невозможности. Да, просто как бы нет фосфора, вот добавьте сюда. Воды же вы не нальете, ваше орошение нет, у нас тоже нет. Походите, вы говорите об одном и том же, просто в одном случае, вы говорите, у вас ограничивает влага, Анатолий Иванович говорит, если ограничивает удобрение, финансовое удобрение, а не влага. Получается, Анатолий Иванович сказал иначе. Значит, Анатолий Иванович говорит, для северных зон в условиях засухи использование фосфора вообще эффективно в двух случаях. А. Запахать пахотный слой, Б. Внести на лист. А другого не дано. Тоже аммофоску внесите семенами. Из-за карбонатного этого самого чернозема фосфат и кальция недоступны для растений образовательства. Все, это ждать, пока вот так вот перерывнешь на следующий год. Анатолий Иванович, ну вот Тарас Степанович тоже говорит, они большой опыт закладывали по ЖКУ. Я лично консультировал с Евгением Леонидовичем, очень много большой объем информации собрал. Отработали все в хозяйстве, закладывали очень много опытов, прибавки ноль. Только на недавно пришедшем участке, бедном, можно сказать, там где мы отработали ЖКУ, прибавку я увидел там ну 4 центра. А так как бы ну нет ее. А у нас датоны? У нас нет. А у нас датоны? Потому что может там аммофоса даем 150 килограмм поселки, поэтому ЖКУ уже... Вот поэтому, если у вас высокий фон, там и нечего ЖКУ уносить вообще. Там только азот можно... Вопрос в том, что ЖКУ это у вас как элемент, когда вы можете что-то исправить. Да. Это когда в том же... Не всегда же у вас влага, да, весна. Это мы сейчас разбалованы. Ранней весной у всех влага есть. И поэтому зима потребляет. Плюс еще тепло, почва разогревается неплохо. Особенно Зерноградский район. Там немного быстрее процессы идут эти по сумме накопления температуры. А бывает же засушливая. И тут вопрос второй встает. Что отдельные лица, которые... Как Ольга Георгиевна Назаренко говорит, специалисты точнее, что ЖКУ проникает через лист молекул. А есть люди, которые говорят, нет, ЖКУ надо вносить только в почву, рано, чтобы с влагой попало до корней. Через лист она не проникает. И вот этот спор пока никто не может решить, потому что... По одним источникам... Нет, ну по одним источникам это так, а по другим источникам это другое. И вот именно кто поставит в этом, скажет, да, молекула, которая содержится в ЖКУ, полифосфат, он проникает через лист. Все, вопросов нет. Раньше какие-то опыты... Вы читаете литературу. Я читаю, я согласен. Мы проводим, я согласен, что он проникает через лист. Я этим занимаюсь 20 лет. Ну, вы видите, а есть люди, которые сомневаются. Я могу данные присылать, адрес давай. А? ЖКУ завезем. Но ЖКУ, я еще раз говорю, тогда, когда средний, выше среднего уровень фосфатового бессмысленно вносить. Да, вот листовые подкормки, это берем на заметку, вот ваши, что можно сэкономить половину, если заниматься листовыми. Евгений Леонидович, можете сказать бюджет с сортом сравнительный, нет? Знаете, смотрите, бюджет это дело такое, да, не бойтесь, это как малых, больших расходов, бойтесь малых доходов. Сейчас трудно что-то сказать, потому что планка-то она в определенном, уже ценовом, да, то есть затраты на гектар практически у всех сравнялись. Я вот не был, когда там буквально недели, ну месяц назад, был на севере области и сравнивал хозяйство, не буду называть, чтобы мне, как говорится, публичности не продавать, узнавал технологию и потом сравнил с нашей. У нас ничем не отличается. Удобрения те же, техника та же, отличаются только погодные условия. У них, у нас больше число вегетационных дней, чуть больше осадков там, в мае выпало, у них чуть меньше, а затраты, они одни и те же. Вот, и поэтому здесь вот действительно можно, ну как бы, посмотреть, если бы они не несли лишних затрат, на каком сорте это могло бы реализоваться. Вот такие опыты проводились, например, и у нас в хозяйстве. Мы брали за основу безостую 100. Да. И безостую 100 вносили 200, 300 и 100 килограмм. И рядом был другой сот, по-моему, Алексеич, когда вносили 100, 200 и 300 килограмм. Вот на Алексеиче каждые 100 килограмм приносили прибавку, там, по-моему, от 4 до 5 центров, я не помню сейчас, но самое плюс 10 центров было. А безостая 100, от 100 до 200 килограмм, там, что-то было, порядка 2 центров, а 300 килограмм вообще прибавки не принесло. Вот здесь это можно использовать, зная о каком-то сорте, о его отзывчивости, на удобрение, на элементы кущения, на формирование продуктивности. Сколько кормить. Да, сколько кормить. Вот только в этом вы можете в сорте. И устойчивость сорта к болезням, устойчивость сорта к осыпанию, даже такой фактор есть, обмолачиваемость сорта. Ведь у многих там тот же комбайн, там, Макрос, Вектор, и они не могут обмолотить тот же Ахмат, тот же Юг, да, то им этот сорт сеять нельзя, потому что вот они уже те гарантированные потери. Или, например, сорт Баграт взять, который, который нужно убирать моментально, как только он группа спелости, его нельзя, чтобы он оставался. И тому же фермеру, как ему принять решение, он может просто соблюдать правила сортовой мозаики, о которой Людмила Андреевна много лет уже говорит. И этим самым, да, этим самым он себе сэкономит. А вот так вот сказать, что вот я выбрал этот сорт и стал богаче, это, наверное, неправильно. Вот, а самое главное, это отменить и пошлину, и все будет хорошо. И все сами, все решат, как им дифференцировать свои расходы. Снижать норму высева по семенам. Ну, норма высева это тоже, да, это один из факторов. А вот покупать семена элиты, а не сей там свою пятую репродукцию, например, это один из вариантов экономии или нет? Ну, смотрите, семена элиты, семена элиты даже. Вот мы всегда считаем цену одного килограмма семян, но никто почему-то не считает затраты, да, на потом понесенные на пассив. Вот у нас многие говорят, я не буду тебе покупать элиту, сеять ее по 150 килограмм, я своих семян почищу и посею 280 килограмм. Начинаем его себестоимость пересчитывать, и наши семена, получается, затраты одни и те же. Вот, а если дальше глубже копнуть, семена, семенные участки, они выращиваются, ну, у всех производственников, кто семеноводством занимается, куда он суперэлиты размещает, самые лучшие, которые ему дали, которые ему надо показывать. Там же идут рекламные акции, дни полей проводятся. Это полупар, горох, рапс, великолепные предшественники. Система питания там максимальная, соответственно, система защиты максимальная, соответственно, фитосанитарное состояние семян, содержание в них фосфора, что немаловажно, это тоже высокое. Или кто-то уберет свою третью репродукцию, азимая по азимой, и скажет, вот я вот этими семенами посеял, я сэкономил. Я согласен, у некоторых третья репродукция есть лучше по сортовой чистоте, чем суперэлита с института. Такие случаи бывают. Они, ну, не редки, но такое есть. Вот, но говорить, что кто-то сэкономит, не купил элиту, я считаю, ну, для меня это глупость. Мы даже у себя сеем, грубо говоря, на два хозяйства мы сеем там 1100 семян, из них 300-400 тонн мы сами покупаем элиту. Ну, скажите, мы ее производим, зачем нам ее сами? Мы пользуемся, что субсидия есть, и плюс мы берем высококачественный материал от ободных полей, доверяя нашим коллегам-семеноводам, институтам, хозяйствам, что они нам предоставляют высококлассные семена, прошедшие хорошую очистку там и подготовку. А есть статистика, насколько по преподукции падает продуктивность? Есть статистика, что все суперэлиты посеяны как отношения, когда ты покупаешь более дорогую вещь, ты ее ходишь, протираешь, занимаешься ей. Поэтому статистика, все семенные участки дают наивысшие результаты. Я не знаю, вот такая статистика. Даже в этом году мы пробовали суперэлиту специально. Вот я даже этот вариант проверил. В этом году суперэлиту Тимирязевки 150 мы посеяли по 100 килограмм, посеяли по подсолнечку, которого убрали 30, там тоже 3 центера с гектара. Он был классика, не только евроватинга, и классика была. И мы получили там вот 81 центер с гектара. Ну как, вот я считаю, что да, вот суперэлите, ничего мы, ничем мы не проиграли, что мы купили эту суперэлиту там по 40 с лишним рублей за килограмм. Затраты легли 4,5 тысячи рублей на гектар. Купил бы я элиту, посеял бы по 200 килограмм, 4,5 тысячи рублей на гектар. Ну, в чем? Ну так что, вот такое. Можно добавить? В отношении норм высева. Дорогие коллеги, я в 75-е по 80-е год проводил специальный опыт. Вы тогда знаете, Тараска, 29, русская зимостойка, пшеница была. Начинал с полутора миллионов и кончал с шестью, через полмиллиона. Ага. Но агрофон был заряжен на 8 тонн. В условиях благоприятных по увлажнению, начиная с двух миллионов, разницы не было никакой. Что при двух миллионах, что при шести. При шести. Все современные сорта на высоком агрофоне при достаточном количестве влаги способны саморегулировать свой стеблистой. Вы неоднократно говорили, что 40-60 килограмм посеяв, вот такое урожай говорит. Он говорит, что 100 килограмм посеяв. Вот. Не просто бухать 5 или 6 килограмм. Конечно, нужно количество семян высевать, а не килограмм. То есть, можно втрое снизить норм высева, но если высокий агрофон. А если, допустим, богатый агрофон, то зерно-бобовое. Это тоже правда. И хороший агрофон. Там 3 миллиона достаточно. Наши селекционеры на днях поля показывают новые сорта. Говорят, суперустойчиво к узоревозу, к тому всему. Реально на практике удавалось ли кому-то из наших семеноводов не защищать сорт и получать хорошую урожайку? Сократить. В условиях засух наших я не защищаю. О, вот так. Но условия благоприятных, при том количестве удобрений, которые они носят, защита обязательно. Потому что не знаешь, будет афифитотия или нет. Когда бывает афифитотия, она сметает все. И урожай ахает униз при тех затратах удобрений. Просто надо превентивно это сделать, чтобы не потерять вот это сумасшедшее количество денег, которое на удобрения потратили. У нас, я скажу, наверное, по подходу, по применению средств защиты. Первое применение средств защиты – это протравление семей. Это обязательное мероприятие у нас для всех зон, для любого потенциала. И при этом фунгицидная часть должна быть высококачественной. Инсектицидная часть также обязательно должна присутствовать. И для нас мы выбрали кислоте амитоксан. И, соответственно, это действующее у нас идет как инсектицидно, и она идет обязательно, несмотря на предшественники, в том числе в аппарате. Далее, вторая защита у нас – это весной. Выбор ее также проводится весной. Мы планируем, мы оцениваем потенциал растений, наличие осенью какого-либо инфекционного фона осенью. Кстати, возможно применение и в отдельных случаях средств защиты, и с осенью. В том числе это гербициды. В стандарте у нас гербициды и фунгициды идут весной. После оценки потенциала, если высокий потенциал, соответственно, защита более широкая, более дорогая, скажем так, да. Если же потенциал низкий, то эта защита переносится по срокам немножко. Низкий потенциал – это означает, что на этом поле не присутствует никаких гербных инфекций, так как оно не развилось. Далее, при применении первой фунгицидной обработки, а как правило она совмещается, либо она близка по срокам с гербицидом, далее идет вторая фунгицидная. Вторая фунгицидная, опять же, идет с оценкой потенциала растений. Если у нас, ну, очень грубо, если взять, ниже 4 тонн потенциала, то, соответственно, нет необходимости применять вторую фунгицидную, так как стеблистой изреженный, и, соответственно, вероятность заболевания очень низкая. Но, опять же, вот те же эфистоки, о чем мы говорим дальше, и если они присутствуют, если мы их выявляем, то оперативно боремся с этими проблемами. Соответственно, в целом, подход к защите – это оценка, и только потом уже действие. Виктор Викторович, что вы сорт песни испытывали? На Студу биологической защиты растений этот сорт вообще испытывал на своих посевах, где его ничем не защищало. Вам приходилось сорт? У нас был среди всех остальных сортов, мы там работали, как бы и по нему тоже. Прогрели все обязательные обработки. Мы его в экологической детали не устраивали, поэтому мы, как бы, специализированные организации, пускай они занимаются, у нас своих проблем. Вот это было много этапов. И Евгений Леонидович тоже. Мы любим испытывать сорта, они в качестве фунгицидов все понятно, а там есть сорта такие, как Ром, губернатор Дона, я хочу называть все, которые необходимо мониторить бурую ржавчину, есть сорта, которые не надо мониторить бурую ржавчину, септориозу по-разному все сорта относятся. Это мы уже знаем изначально, когда получаем сорта от селекционеров, селекционеры на это указывают, что, обратите внимание, это, как бы, общая тенденция, она везде одинаковая. Каждый на тот сорт обращает внимание, который чаще болеет, он там. А у нас эксперименты связаны с тем, что мы не хотим применять сульфанил мочевины после 31 фазы. Вот, и в этом году были эксперименты на 250 гектарах, где они применяли гербициды до последнего, чтобы, ну, смотрели за вегетацией зимой пшеницы, и она просто-напросто боролась сама со всеми сорняками и их поборолы. Конкретно три сорта у нас были, Ахмат, стиль 18 и Иванчик. Вот, были большие подозрения по Иванчику, потому что у него более архитектоника такая куста была, то есть свет попадал, и сорняки вроде как, ну, последний там майский дождик дал, расставился этот, и Иванчик просто накрыл, да. И вот это вот такой биологический способ мы в этом году попробовали, потому что позднюю работу гербицидами не привезли. Так, а сколько раз вот не меняли гербициды в этих посевах? А? Сколько раз гербициды применяют? Нет, один раз везде применяют. У нас либо с осени все раскустятся и больше не применяем, это по предшественникам зерновым, вот, тогда, когда надо двулетние сорняки, а здесь, когда уже тоже потому-то же бывает даже такое по подсолнечку, потому что зимая пшеница спокойно, позапрошлой водой, такой эксперимент мы проводили по Алексеевичу. Алексеевич победил подсолнечек, обычно, все, он не выжил в такой биомассе. Вот, это психологически рискованное занятие, не советую никому, это нужно выдержку, да, поэтому когда-то с Артохиным Константином Сергеевичем, он нам помогал нут выращивать, и у нас нут зарос лебедой, ну, морь белой, да, ботанический вин, и пошла там совка. И мы до последнего ждали, пока совка не съешь лоб белый, потому что, и потом получили чистый нут, то есть, и бывают и такие случаи. Ну, во-первых, напомню, да, зовут меня Воронин Дмитрий, у нас двое, не исключено, что у нас круглый стол, то вы все сидите между Дмитрием Михайловичем, можете загадывать желание. Я сам агрохимик, закончил сельхозакадемию в Нижнем Новгороде, и с 2008 года работаю в этой тематике. Ну, здесь, скажем так, люди местные, все понимают, кто чем занимается, что здесь все связаны с темой данного мероприятия, с семенами. Ну, тогда пару слов о нас, к чему мы здесь. Кто вы? А, следующий. Наша компания является производителем и разработчиком удобрений на основе микроэлементов. Соответственно, у нас свое производство и лаборатория. Лаборатория позволяет нам, с одной стороны, контролировать качество сырья, которое мы используем, с другой стороны, контролировать качество выпускаемой продукции. Ну, и, разумеется, это является базой и неодъемлемой частью, собственно, разработки удобрений. Следующий. Ну, так, особенность нашего подхода, наших продуктов в том, что мы не просто делаем удобрения. Особенность нашего подхода в том, что мы выпускаем продукт в купер, в смеси, в комплексе с технологией его применения. Думаю, никто не будет сборить с утверждением, что какой бы идеальный продукт ни был, стоит его неправильно применить, эффекта в лучшем случае не будет. Можно даже и отрицательный эффект получить. И в то же время, как проводник, как посредник, чтобы эту технологию донести до Акрариев, у нас есть специалисты в штате, ну, одним из которых являюсь и я. Соответственно, мы эти технологии обкатываем еще на этапе разработки продуктов и уже даем рекомендации, в каких условиях что применять. Вот как раз мой сосед, Евгений Леонидович, является ярким тому подтверждением. Мы давно работаем, и в данный момент у нас проходят опыты. Мы изучаем один из элементов технологии, а именно полистовым подкормкам. Чтобы было все объективно, мы их не сами отслеживаем. Мы привлекли третью сторону. Соответственно, это Агрохим-центр ростовский. Соответственно, все это третья сторона отслеживает. То есть, получается весьма и весьма объективные результаты, к которым мы не причастны, кроме как в качестве рекомендодателя. Ну и уже ближе к теме. Факторы урожайности. Таких данных целая куча. Смотря кто из ученых их предоставляет, эта диаграмма сильно меняется. Как видно, здесь ее составляли агрохимики. Поэтому основной фактор, влияющий на урожайность с точки зрения агрохимии питания, это удобрение. Но на самом деле в этом есть и доля истины. Главное, что здесь не меняется основные факторы, которые влияют на урожайность. Меняется их вес в зависимости от того, кто из ученых эти исследования проводил. Что хочется сказать по поводу факторов. Их условно можно делить на две группы. Одни из них заклавают потенциал, другие позволяют его реализовать. Сейчас было много сказано по поводу селекции семеноводства. Эти факторы можно отвести больше к тому, что позволяет заложить потенциал. На что культура в принципе способна в идеальных условиях. Удобрение здесь получается более универсальное. Вначале они влияют на закладку потенциала, что культура сможет дать. А позже вместе со средствами защиты растений позволяет этот потенциал не потерять, довести его до уборки. Дальше. Ну и хочется отметить по поводу баланса. Баланса можно назвать максимальный эффект, который мы получаем при оптимальных затратах. Потому что деньги это граничный ресурс. Их нельзя тратить бесконечно. Соответственно, в плане питания, как раз наши технологии нацелены на то, чтобы при граничных ресурсах получить максимум. Ну, опять же, здесь доказано уже неоднократно и на практике, что баланс питания очень важен, не менее важен, чем количество. Сколько бы много мы той же самой мячной сибитры не сыпали в поле, на чернозимье она никогда не заменит внесение фосфатных удобрений. Поэтому сбалансировать питание, это значит получить гарантированный более высокий эффект, чем просто купить многое и задешево. Дальше. Ну, и уже ближе к нашей теме. Почему мы работаем, собственно говоря, с микроэлементами? Ну, потому что, как и НПК, микроэлементы являются неотъемлемой частью. Единственное, что их роль функционально несколько отличается. Они являются активной частью многих биологически активных соединений. Они не структурная часть, не кирпичи, из которых возводится основная часть. Они являются именно связующим звеном. Во многих ситуациях эту роль выполняют и мезоэлементы. Тот же магний. Всего один атом магния, и хлорофилл начинает работать. Всего один атом кобальта, и начинает работать витамин В12. Соответственно, мы понимаем, что без НПК культуры расти не будет, но в то же время при сильном дефиците микроэлементов как правило снижается и урожайность. Для тех, кто интенсивно работает, уже не является открытием, что необходимо работать в борму. Набор в любимых культурах, цинк применять на пшенице, на кукурузе. Это уже вошло, как говорится, в норму. Еще одна особенность заключается в том, что избыток и недостаток отдельных элементов питания способны управлять развитием культуры. Как вы все знаете, внесли побольше азота, сразу увеличивается рост надземной массы, продлевается вегетация, увеличивается содержание белковых веществ. Внесли избыток фосфора, увеличивается рост корней, сокращается вегетация. То же самое связано с избытком отдельных микроэлементов. Соответственно, в отдельные фазы, когда мы вносим те или иные элементы, мы можем управлять в какой-то степени развитием культуры. Ярким примером здесь является обработка семян. Поскольку внесение питания рассчитывается, в принципе, на единицу массы растения, то когда проросток еще совсем маленький, даже небольшими дозами питания мы можем в значительной степени повлиять на его развитие. Применительное удобрение, здесь мегамикс является лишь частностью, это является факт, что удобрение не провоцирует преждевременное прорастание. Погода меняется, я неоднократно здесь, в Ростовской области, был свидетелем сухого сева. Это было и на наших опытах. И в осенью прошлого года. Соответственно, минеральное удобрение начинает работать только когда просыпается сам зародыш. Это важный момент, потому что, когда культура развивается в сухой земле, это ничего хорошего не сулит. Также по обработке семян хочется отметить, что это единственная фаза, с которой практически нереально промахнуться. Можно опоздать с кущением, можно не попасть по флаглисту до цветения, но по фазе обработки семян вы не промахнетесь. Соответственно, и минимальные потери здесь тоже это норма, потому что здесь вот только семена и камеропротравочные машины. Как эффект получаем, что, во-первых, часть элементов питания проникает вместе с током воды при набухании семени, получается более ранний старт ростовых процессов. Часть ферментов, активированных микроэлементами, активизирует разложение доспермы, крахмала. Часть других элементов участвует в построении новых тканей, новых клеток. Соответственно, по факту мы видим в оптимальных условиях, когда именно питание является сдерживающим фактором, ускорение прорастания на 1-2 дня и наступление прозвучения. Дозировка у нас большая, одна из самых больших на рынке – это 2 литра на тонну. Соответственно, мы понимаем, растение растет не в стерильной среде, не под ультрафиолетовым. Соответственно, микрофлору тоже надо накормить, иначе у нас будет конкуренция за питание. Мы это активно видим при запашке соломы и при внесении азота, для того, чтобы эта солома разложилась. Если нет, микрофлора начинает объедать культуру. Примерно это же правило работает при обработке семян, при посеве с удобрениями. Ну и чтобы не быть голословным, вот это как раз пару опытов, которые мы проводили в Ростовской области. Это Белоклетвинский район. Семена обработали осенью. Развитие было достаточно позднее. Была сухая осень. И то, что мы получили весной. Коэффициент хищения у нас увеличился на 19%, ну и надземные части. Но главное, на что обращаю ваше внимание, это на фазу развития. На правой фотографии видно, что в отличие от контроля, семена обработанные мегамиксом привели к ускорению развития. На один лист. Что такое получить на один лист больше начальных этапов? Это ускорение фазы хищения. Это быстрее получается вторичная корневая система. А узел хищения это уже какое-то поспорье к зимостойкости. Особенно если у нас сухой сев. Получается поздние всходы ближе к холодам. Или в неоптимальных условиях. Дальше. Это недалеко. Это Тацинский район. Соответственно, здесь мы что получили? Обработали семена. Но был сухой сев. Сходы стали появляться ближе к концу ноября. Фактически перезимовка шла в фазе шила. Но весной мы обработанные семена стали смотреть. Получили снижение коэффициента хищения на 13%. И увеличение надземной части. Соответственно, хищение ниже, а надземная часть больше весит. Это о чем говорит? О том, что увеличилась масса каждого отдельного стебля. Меньше подгона, меньше потенциального абортирования. В ходе развития культуры. Ну и при этом хорошо, что за собой гетатинная масса стала подтягивать развитие корневой системы. Это еще плюс 17%. На фотографии хочется обратить внимание, что здесь не было перерастания. Это не азот, это не стимуляторы роста. Обратить внимание, что высота культуры была такая же. Дальше. Хочется, опять же, несколько обратиться к коллегам, которые посвятили много времени, много выступлений, действию, скажем так, о работе в области селекции и семеноводства. Вопрос специально не задавал, ждал ближе к тому, чтобы все выступят, потому что вопрос общий получается. Вот вы занимаетесь селекцией, семеноводством. Подскажите, когда к вам приходят клиенты, спрашивают, они вас на что обращают больше всего внимания? Что за первым вопросом? Какое качество продукции у данного сорта? Какая выраженность? Или начинают уже в первую очередь спрашивать, подскажите, пожалуйста, какая зимостойкость? Потому что говорили, что сорта в 3-4... Сколько стоит этот пирог? Это вариант, да. Есть ли в наличии? Тогда давайте по третьим вопросам. Как показывает мое общение с клиентами, с тем, что они говорят по поводу сортов, это, во-первых, они когда выбирают сорта, это урожайность, во-вторую очередь, качество продукции. Есть такое понятие, как особые свойства, это, скажем так, как раз сроки созревания, на что вы сегодня обращали внимание, поздние, ранние, чтобы разделить сроки уборки, или стекловидность, скажем, зернаной пшеницы, вот если это твердые сорта. Во вторым порядком идет уже устойчивость к внешним погодным факторам. Зимостойкость, жаростойкость, скажем так, насколько сорт реонирован. Ну и, как говорили сегодня про европейские сорта, многие рискуют, берут, опять же, даже не реонированные сорта, но более южные, у которых интенсивность выше, потенциал выше. Да, морозостойкость, зимостойкость ниже, но хочется же больше. Потенциал у интенсивных сортов выше, пусть они и южнее, но рискуют, пробуют. Риск иногда оправдывается. Ну и меньше всего селекция ведется по направлению того, что можно компенсировать агрофимикатами, агроприемами. Как правило, это устойчивость к болезням, к вредителям. Скажите, вот часто ли к вам обращаются? Дайте мне, рекомендуйте мне сорта, которые устойчивы к фузариозу. Потому что у меня в Севвороте много кукурузы, я буду вот этот сорт высевать по кукурузе. Часто ли вас такое спрашивают? У нас часто, в Краснодарском. Это уже говорит о многом, об уровне агрокультуры внутри региона. Скажем так, люди уже созрели к тому, чтобы пройти первые два вопроса. Будет ли у нас полудоносить, какое качество, вы гарантируете. И вот они уже пришли к третьему, как говорится, по актуальности вопросу, а насколько он будет устойчив именно в конкретном месте, в конкретном звене севоборота. Но и применительно к селекции, к семеноводству хочется сказать, что вот сегодня показывают урожай 90, 8, 100. Начиналось наше мероприятие со статистики по урожайности, по районам, по регионам. 30, 40, 50, нам показывают 80, 90, от 60, грубо говоря, до 100. Это о чем говорит? Правы все. Вопрос в том, насколько мы можем восполнить дефициты в окружающей среде, управлять развитием, то есть создать условия, приближенные к идеальным. Ну и таких факторов не очень много. Как правило, это защита, как мы сказали, это питание, и в какой-то минимальной степени устойчивость к неблагоприятным факторам. Отчасти это сортовые особенности, отчасти это агрохимикаты. Ну и опять же, возвращаясь к питанию, питание сейчас уже не просто питание, сейчас в виде технологии питание, это уже один из факторов повышения устойчивости растений, культур к неблагоприятным факторам, ну и к показателям максимальной эффективности. Последний слайд, в конце хотелось сказать, опять же, по нашему опыту, иногда ошибки, иногда мы сами закладываем такие опыты. Какие бы отличные семена не были, какие бы отличные препараты не были нанесены, какие бы отличные удобрения мы не применили на семена, мало заложить урожай, мало заложить потенциал. Надо его довести до уборки. Я просто неоднократно сталкивался, особенно с фермерами, которые люди с душой подходят к полю, но в то же время не с головой, а с эмоцией. Отличное сильное поле, она же сама вытянет. Ну она же сильная, она прям вот классное поле. И начинают снижать, уже работать не на опережении по болезням, по защите, по подкормкам, а начинают ждать, что культура сама справится с теми или иными факторами, сама вытянет. Ну и желание такое, что если начали возделывать культуру, начали разгонять с самого начала, хорошие семена, элиту взяли, хорошо обработали, надо доводить до конца, надо ее защищать до самого конца и работать по профилактике, работать на опережении и в полном объеме. Вот такие у нас практические наши наработки. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы. Можно добавить? Просто сейчас вспомню, вы говорите 90-100 в Казахарском крае. Вот у нас вчера приезжал директор, сказал, что Таня провалилась. Ну сколько, 88. Провалилась. Таня провалилась, да, к сожалению, Таня провалилась. Людмила Андреевна записала и говорит, провалилась. Ну что это, 98, а Таня 88. 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 Таня 88.